Друзья мои, всем привет. Никогда не возмущаюсь, стараюсь не возмущаться и вам говорю, что тяжело жить потом. Но сегодня такая ситуация, хотите повозмущаться, значит надо идти в налоговую инспекцию. 20 лет платили им налоги. Коронавирус сделал так, что пришлось закрыть ПОП. В результате больной отец делаем так, чтобы хотя бы у нас остался, мы за ними так и так смотрим. Но тем не менее, чтобы хотя бы остался стаж, не прервался, в социальных службах оформляем по уходу за больным отцом. Поэтому требует справку социальные службы, хотя по идее они видели все наши отчеты, видят все наши проплаты ЕСВ. Ладно, справка так справка с налоговой. Пошли в налоговую сегодня. Друзья мои, налоговая Шевченковского района города Днепра. Значит первое окно канцелярия отправляет в восьмое окно. Восьмое окно отправляет в тринадцатое окно. Восьмое окно потом еще говорит, что не выдам справку тебе, потому что нужен Ермаков. Везу Ермакова. Оказывается опять нас по всем окнам гоняют. В конце концов, когда начинаю, включаю запись, начинаю писать. Оказывается, мы заявление неправильно написали. Они не знают, куда отправлять. В результате, друзья, короче, ушло куча нервных клеток. Хочу сказать, что держава в смартфоне, это я не знаю, что за ерунда, поскольку у нас каждый налоговик, который сидит в окошечке, считает, что он царь и бог. Они сидят за те налоги, которые мы им платим. Они сидят на зарплатах державной службы и они считают, что они имеют право нас гонять, куда захотел, туда и побежал. Ты им 20 лет платишь налоги, ты все везде показываешь. Месяц в месяц сдавали отчеты. Сегодня же, друзья, потратила куча нервных клеток. Я не знаю, чем это все еще закончится. Но вот решила записать вот это возмущение. Я не знаю, хочет ли кто-то в этой стране, чтобы оно лучше жилось. Налоги нам плати, а все дальше это уже не наше. Главное нам плати. Как ты живешь, что ты живешь, за что ты живешь, это нас не интересует. За что твои родители живут, которые платили налоги и работали на эту страну по 40 лет. А сейчас хорошо, что есть дети, которые смотрят за ними. Ну а что нас еще ждет в этой стране, непонятно. Конечно, возмущений очень много. Поэтому извините за мои эмоции. Пишите, как вы думаете, есть ли будущее в этой стране. Очень жаль. Очень жаль, что довели до такого состояния. Я не раз смотрю, как вот люди в отчаянии что-то делают, но это невыносимо. Это невыносимо. Они все сидят в этом окошечке и ждут этих 20 минут, что вот у них сегодня, видите ли, рабочий день только до 4, да? До без 15 и 4. Сегодня пятница, у них до без 15 и 4. И они еще тебя погоняют по всех окошках и в конце концов скажут, что они не знают, как это делать. Ну, мы можем, что мы можем. Мы можем, что мы можем. Працуем, платим. Самое главное – платить. Заплатил налоги, спи спокойно. Но надеемся на лучшее. Все равно будем оптимистами.